Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня будет разбираться статья из публикации «За сентябрь месяц». Изучается она недели со 2 по 8 ноября 2020 года. Тема называется «Готовы ли вы стать ловцами людей?». Она основана на стихе из Луки 5.10. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Статья информирует о важности участия христиан в духовной ловле людей в поиске желающих стать учениками Христа. Наш разбор отличается от статьи и содержит примечания. И тексты, как обычно, будут приводиться в Синодальной Библии. Когда-то Иисус сказал трудолюбивым рыбакам о том, что отныне они будут ловить не рыбу, а людей. Призыв Христа озвучен в Луки 5.10. Понятно, что это их удивило. О том, что Иисус предлагает им стать Его учениками и через благовествование отыскивать людей для Царства Бога, они поняли не сразу. Однако же, это не помешало им тотчас оставить сети и последовать за Христом. Столь велико было их смирение и доверие Иисусу. И это решение навсегда изменило их жизнь. Об этой истории нам известна из отрывка Матфея 4 с 18 по 22. Сегодня приглашение Христа стать ловцами людей все еще актуально, несмотря на пандемию. Призыв Христа из Матфея 28.19.20 является одним из основных мотиваторов для служителей Иеговы. Откликаетесь ли вы на его приглашение? Кто изучает Библию, но все еще не решается, не расстраивайтесь, ведь это, скорее всего, означает, что вы понимаете, насколько важен такой шаг. Хотя апостолы тотчас оставили все, однако их решение не было необдуманным. Они встретили Христа до этого, узнали многое о Нем и поняли, что нашли Мессию. Этот факт нам известен из прочтения текстов Иоанна 1 с 35 по 42. Знакомство с Христом помогло им принять это решение. Поэтому и ваше решение должно быть обдуманным, что возможно лишь после знакомства с Иеговой и Христом его в процессе изучения Библии. Как стать умелыми проповедниками и оставаться ими даже в условиях пандемии коронавируса? Обсудим то, что полезно как для начинающих свидетелей Иеговы, так и для проповедников со стажем. Подзаголовок «Помните, почему нужно проповедовать». Самая важная причина, побуждающая нас проповедовать, это любовь к Иегове и к людям. Он хочет, чтобы люди смогли спастись, благодаря знаниям о Нем и Его замыслах. Божие желания озвучены в 1 Тимофею 2.3.4. Его желания должны стать нашими желаниями, и то, что Он любит людей, должно побуждать и нас учиться их любить так же, как любит их Бог. Ведь известно из Римлянам 5.8, что сначала Бог нас возлюбил, да еще такими ущербными. Эта любовь помогает нам побороть неуверенность в своих силах. Ведь чего не хватает нам, Бог добавляет своей силой свыше. Что тоже нам известно из 1 Коринфянам 10.13. Если вы беспокойтесь о трудностях христианского пути, старайтесь, чтобы ваша любовь к Иегове, Иисусу и ближним становилась еще сильнее. Это поможет вам развить желание помогать людям и этим радовать и Иегову, и Христа его. А как это правильно и своевременно сделать, нам в помощь информация из Матфея 22.37.39 и Иоанна 14.15. Если мы понимаем, что наше служение спасает людям жизнь, нам легче будет в нем участвовать. В отличие от рыболова, кто ловит рыбу, чтобы ее продать или съесть, мы ловим людей, чтобы их спасти. О жизни спасающей ловли, нам повествуют тексты из Римлянам 10.13.15 и 1 Тимофею 4.16. А теперь примечание. В доказательство тому, что апостол Петр любил рыбную ловлю, общество сторожевой башни приводит Иоанна 21.15. В переводе Нового мира выражение «Любишь ли ты меня больше, нежели они» заменено на «Любишь ли ты меня больше их?» с пояснением на текст 11. Симон Петр вытащил на берег сеть, полную больших рыб, которых было 153. При таком переводе выходит, что вопрос Христа звучит так. «Любишь ли ты меня больше, чем любишь рыб или рыбалку?» А теперь давайте посмотрим перевод Валентины Кузнецовой. «Любишь меня больше, чем они?» Здесь считаем, имеется в виду, любит ли Петр Христа больше, чем его любят другие апостолы. Ведь совсем недавно Петр уверял Христа, что он лучше других апостолов и не приткнется на нем, даже если все остальные приткнутся. Нам известно из Матфея 26.33. Этим вопросом Иисус проверил, изменился ли Петр после того, как трижды отрекся, по-прежнему ли считает себя лучше всех или стал поскромнее в своих амбициях. Подзаголовок «Больше узнавайте о том, как проповедовать». Ловля человеков, подобно ловле рыбы, требует определенных навыков, смекалки и ума. Что отличает умелых рыбаков? Они терпеливы, понимают, что на поиск рыбных мест нужно время. Трудолюбивы, много усилий прилагают на поиск рыбных мест. Умело пользуются снастями. Знают, какую снасть и прикормку нужно использовать. Обдумывают, где и когда ловить рыбу. Там, где нет рыбы или в ветреную погоду, они рыбу не ловят. То же самое нужно и для ловли человеков. Терпение, чтобы найти хотя бы одного заинтересованного в Библии. Смекалка, чтобы понять, где и когда стоит проповедовать, а где и нет. Например, в ночных клубах проповедовать не стоит. В условиях пандемии не стоит ходить от дома к дому. А в проповеди по телефону не стоит это делать ранним утром или поздним вечером. И так далее. Также нужно умело пользоваться Библией и библейской литературой. То есть духовными снастями. То есть в проповеди, как и в ловле рыбы, важен не сам по себе процесс. Лишь бы тратить время ради часов на ловлю потому, что мы к этому привыкли. Во всем этом важны обдуманность и смысл. Если на привычной снасти люди больше не ловятся, например, запрет в Российской Федерации, или если время для лова неподходящее, как сейчас пандемия, не стоит ходить на ловлю лишь потому, что нам нужны часы или дорог сам процесс. Учитесь видеть главный смысл в служении. И этот смысл не просто в интересном совместном времяпровождении, а в том, чтобы найти учеников Христа. Например, сегодня за пандемией мы не можем ходить по домам и публичным местам, как делали это раньше по примеру христиан первого века. Давайте перенесемся в историю и обратим внимание на информацию, записанную в Деяния 5.42, 17.17 и 18.4. Но мы можем по их примеру говорить в синагогах и храме, своим поверить, даже по зуму или в интернете, побуждая их размышлять над какими-то важными текстами писания или событиями. Своего рода проповедь внутренним. Подготовка к встречам и личное изучение Библии также помогает находить нужную снасть и терпеливо ждать, когда ею будет уместно воспользоваться. Подробнее об этом смотрите в видео 2.14. Для бесед со верующими нужна смелость, что поможет ее сформировать. Под заголовок «Будьте смелыми». Рыболовам нужна смелость. Погода в море часто непредсказуема. Штиль может внезапно смениться штормом или им приходится работать по ночам. Ловцы людей тоже должны быть смелыми. Когда мы проповедуем и говорим другим, что мы свидетели Иеговы или своим поверье что-то по Библии, но сверх абзацев сторожевой башни, на нас тоже могут обрушиться бури и недовольства, и насмешки, и нежелание слушать нас, что неудивительно, впрочем. Библейская весть нравится далеко не всем. Об этих трудностях мы предупреждены нашим господинам и старшим братам, еще со времен его жизни на земле. Записано это в Матфея 10.16.36.37. Как обрести смелость? Во-первых, будьте уверены, что Иисус руководит служением и помогает в распространении слова Иеговы. Эта уверенность базируется на обещании Христа из Матфея 28.20. Во-вторых, укрепляйте доверие Иегове. Он заботится о вас. Об этом заверении Иеговы мы знаем из Матфея 6.32-34, а также 1 Коринфянам 10.13. Молитесь о помощи и непременно ее получите. Угодным Иегове образом она проявится, как в случае, описанном в Деянии 4.29.31. Чем крепче ваша вера, тем больше будет у вас смелости. В том, что вы выбрали путь свидетеля Иеговы, вы уже проявили смелость. Значит, смогли убедиться в том, что во всех трудностях помощь от Иеговы непременно приходит. Под заголовок «Учитесь самодисциплине». Без самодисциплины рыбаку не стоит рассчитывать на хороший улов. Самодисциплина – это умение заставить себя выполнять то, что требуется для дела, даже если не очень хочется. Она нужна рыболовам для того, чтобы рано вставать, оставаться в море, пока не будет выполнена вся работа и трудиться, несмотря на непогоду. Если мы хотим выстоять до конца с верой в Иегову и успешно выполнить поручение Христа его, нам тоже нужна самодисциплина. О том, что конец всему делу венец, нам хорошо известно из Матфея 10.22. Самодисциплина – это неврожденное умение. Наоборот, нам свойственно идти путем наименьшего сопротивления. Воспитать самодисциплину невозможно без самообладания. А значит, нам нужна помощь Святого Духа, чтобы научиться делать то, что для нас трудно. Об этой грани плода Святого Духа нам сообщают тексты с Галатом 5.22.23. Апостолу Павлу, например, приходилось, образно говоря, бичевать свое тело, заставляя себя поступать правильно. Он описал эту борьбу с самим собой в сообщении 1 Кориншеном 9.25-27. То же самое стоит делать и нам, если мы хотим достичь спасения в мире Бога. Под заголовок «Время не ждет». По какому критерию Иегова оценивает наше служение? Рыболов измеряет свой успех величиной улова. А что определяет величину нашего улова? То же самое – плод нашего служения, смотря по тем возможностям, какие мы имеем. Но он не столько в том, скольким людям мы милостью Бога помогли стать свидетелями Иеговы. Ведь успех в ловле не зависит исключительно от нас, согласно Луке 8.11-15 и 1 Коринфянам 3.6. Сколько в том, как служение влияет на нас самих? Какими мы стали сами? Обновились ли? Стали лучше или нет? Как показывают тексты 2 Коринфянам 8.12, Матфея 3.10 и 23.15, если мы не сформировались сами в лучшую сторону, то нет от этого никакой пользы для нас. Да и другим во вред больше. Почему именно сейчас важно проповедовать? В некоторых странах рыбная ловля разрешена только в определенный сезон. И рыбакам нельзя медлить, особенно если сезон заканчивается. Ловцам людей тоже нельзя медлить, так как сезон этого мира тоже приближается к концу. Для спасения всех остается совсем немного времени, ведь уже почти вся земля услышала весть о царстве Бога. Да, пророчество из Матфея 2.4.14 тоже имеет временной предел. Не ждите более лучших условий для проповеди, они могут так и не наступить. Кто новичок, думайте о том, почему Иегова ждет от вас участия в проповеди. А кто устал и остановился, вспоминайте о том, что лишь претерпевший до конца спасется. Углубляйте библейские знания. Пробуйте прочувствовать, как сильно Иегова хочет спасти людей от греха и смерти через распространение знаний о нем. Пока есть такая возможность. Обретайте смелость и воспитывайте самодисциплину, заставляя себя поступать правильно, даже если не хочется. И Бог будет вами доволен, радуясь тому, что в Его огромной духовной семье есть и вы. Чего и себе, и все вам, дорогие друзья и читатели, искренне желаем. Спасибо за внимание.